добрый вечер уважаемые дамы и господа в эфире передача ночной размовар и наш гость сегодня нораэр галустян башкирия здравствуйте здравствуйте расскажите немного о себе нораэр но в целом немного вы имеете ввиду как я нахожусь здесь или о вашей жизни да да вот этого самого момента жизни но детстве 97 года я как бы переехал ну точнее не я не своей воли родители приехали у меня жить башкирии у меня как бы всю жизнь ездил отец так скажем как раньше называется по строительству на заработки когда был советский союз потом распал советский союз он как бы тоже ездил ну и соответственно это какой-то в одном период времени он решил приехать сюда вот так скажем в россию и вот дальше всю жизнь до 35 лет и семилетий я живу здесь кстати даже у меня получилась такая ситуация вообще в самолет я попал а можно сказать один можно сказать как в фильме до один дома так получилось там у нас кое-какие документации были не в порядке с арменией когда мы вылетали это девяносто седьмом году и задержали рейс сказали типа ну точнее не рейс задержали сказали что вот у детей не в порядке с документами с родителями и дети придется оставаться ну как бы ну там у нас родственники были тоже был у кого остаться чтобы потом сделать порядок до конца документы и чтобы ну отправить с родственники но я как бы семилетнем возрасте скажем от бога дана своя головная мозгливая часть я как бы перешел получается вот эти все пункты почти дошел до самолета сел самолет рейс даже на какой-то период времени ну где-то час задержался ну типа пропал ребенок и вот в общем до сих пор живу здесь как-то перелетел потом сюда вообще не был покуплен им как бы сказать на меня ничего я да то есть фактически ребенком вы хотели улететь из армении нет я не хочу от родителей свободы хотелось родители ну получилось так что я приехал сюда а почему уехали из армении скажите пожалуйста вопрос в этот вопрос как не ко мне наверное это вопрос наверно к родителям почему они приза работы они какую-то работу нашли им предложили в башкирии какое-то дело нет 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 а как бы здесь были родственники и как бы на отец всю жизнь ездил даже когда был совет союза можно сказать 70-х годов не так что например там после развала по советского союза нет это 70-х годов человек ездил у него был свой так скажем метод заработка здесь на сезон ездил сюда ну как обычно и сейчас или же люди из азербайджанцев я знаю многие здесь на стройке и с армянов а вы где сейчас работаете в какой сфере в сфере строительства у меня своя строительная организация вы счастливый человек глаза мне сегодня бог открыл и я вижу вас разговаривают с вами наверное счастливы как вы думаете а скажите пожалуйста вы как человек который живете в башкирии которые общаетесь и со своими соотечественниками с азербайджанцами скажите вот за последние пару лет отношения улучшились между азербайджанцами и армянами или они всегда были в принципе стабильно нормальными там я думаю здесь всегда были стабильно нормальными вообще считаю что в мире всегда должно быть стабильно нормально со всеми людьми как в европе граница должен понимать господь нам создал это сугубо лишь на мое мнение господь нам создал всех одинаково это мы человеческие мысли эгоисты там уже потеряли где-то там границу чё-то у кого-то какие-то свои интересы и так далее ну как то вот так мне кажется произошло вообще считаю все люди одинаковые они все должны друг другу уважать любить потому что у всех вроде бы две глаза и одно сердце или у кого-то как-то отличается все вроде одинаковые вы замерили или за войну вы замерили за войну в мире да конечно замер я думаю все люди нормальный в этом виде замер ездили в армению откуда вы родом я в армении честно сказать уже течение сколько 27 лет как приехал не могу все попасть сначала были проблемы с документами ну потом как-то семейная жизнь состоялся как бы в общем все собираюсь ехать но не доехал как есть так и говорю но в этом году я собираюсь поехать в армению чистокровно армении то есть и мама и папа армении но у меня жена русская ну как бы потому что для меня в мире еще раз повторюсь для меня в мире все люди одинаковыми надо я никогда там жизни не люблю определенных ну-ка скажем людей которые разделяют нацию и религию потому что мы все одинаковые вот нету не одинаковых господь всех одинаково вы считаете что в мире надо убрать религию и нацию нет не так вы вернули по-своему я считаю что надо в мире уважать и религию и нацию всех они убирать то и вы христианин я знаю вы вы христианин выходите церковь а вот тянет ли вас посетить вот армянские церкви в армении поехать вот в какие-то страны конечно конечно потому что вот так скажем с первого дня рождения мне вот ну господь мне дал армянином верно дал чтобы я христианином был крестьяном и соответственно но это мое предназначение но я должен уважать если я не уважал другого другой не будет уважать но мы должны все друг друга уважать мы должны все друг друга ценить в этом мире потому что но как бы сказать мы же в этом мире все гости временные как напишет хозяин господь мы же никто не знаем что будет даже через секунду с вами общаюсь кто-то из нас знает что будет не знаю честно ну а в дружбу между армянами и азербайджанцами между армии не азербайджаном в будущем вы верите мир мир имеете ввиду да мир дружба да будет хотите на этот вопрос отвечу пожалуй прямо да вот вы помните как у нас произошло там я написал там можно сказать не оскорбительное написал просто слова вам чуть-чуть ну я считаю грубо считал ну сказал типа нужно чуть больница так скажем что я подразумевал под этим я тут подразумевал понимаете мир дружба которого вопрос задали она состоит в первую очередь из нас всех мы должны все люди в этом мире друг другу должны любить у вас за уважать господь нас создал чтобы мы как сказать полюбив ближе что ближе любил тебя не получается и соответственно я к самого ваш вопрос можно конца скажу ваш вопрос я считаю пока мы все не начнем люди простые друг друга не называет не говорит то любить воспринимает радоваться получать что господь наш глаза открыл и связи с этим все вот так потихоньку 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 скажем мне кажется мое мнение дойдет до высшего политиков до всего это все будет прекрасно как советском союзе все равно как никогда может быть какие-то мелочи наверно какие-то конфликты были но мне кажется все равно люди жили как-то в мире именно армения я с вами полностью согласен полностью а что вами движет вот нора и жизни в жизни в желании со мной поговорить вы все-таки мне написали как-то и мы пообщались с вами я хочу откровенно рассказать я уж понимаю вы там потому тоже товарищу объяснили почему правильно говорите что кто-то трое ну вас там ну кровь по-русски скажем вот выговорить я бы хотел чтобы вы в общем и все мы все даже не успели мутеру включить у вас товарищ дать вот поедут поменять нет мы все должны друг другу уважать какие мы есть вы же например каждый послал мы сформирована природы должно уважать если мы не будем друг другу уважать любить так вы понимаете ну это очень плохо мне мною движет вера в первую очередь вера чтобы быть все прекрасно и она будет как сказал эйнштейн мире есть любовь ну соответственно если есть любовь так все вот посмотрите на природу все вокруг нас она же все так прекрасно создана и я считаю что мы можем также прекрасно да там частишки 50 грамм мозга нас туда-сюда там шайтаничит извиняюсь за выражение но мы не должны к нему мы должны вдохновение в душе и сердце все друг другу любить уважать все потому что мы все одинаковы по сути я считаю вот мое мнение вообще вот мое мнение армянская граница с азербайджаном как должны быть некоторые европейские страны очень много есть вот есть там дом даже пополам поделенный там краска просто обозначена не на посту стоят люди там извиняюсь выражение друг другу молодые ребята ну они же только родились друг другу его это должно друг другу были как сказать вот любовь слова любовь от них словом то есть должны любить друг друга да все люди я считаю все потому что господь на всех состав одинаков вы за деньги зурский коридор вот как вы думаете он сблизит наши отношения я за то что чтобы все отношения ну как сказать она не было все равно еще раз повторюсь в политическом связи я за отношения чтобы она была любовным пониманием связи чтобы не было понимаете мы понимаем я понимаю конечно это бизнес у кого-то это связь у кого-то какие-то выгоды и так далее все это понимали потому что человек тоже связан с бизнес понимает но я все равно чтобы одно с другим не мешало все люди друг другу элементарно например например люди ну как сказать армяния забежали были друг другу понимающие как раньше люди как кое-что люди имели там друг другу право ездить имели близко жить то есть вы из азенгизурский коридор чтобы он был я за понимание любовь то есть вы выскажите мне любовь для того чтобы была любовь нужен мирный договор хорошо уберем зангизурский коридор мирный договор с азербайджана с арменией вы в него верите нужен ли он вы верите в него смотрите мирный договор напишет бумажном формате написали все подкрепили юридически и так далее но если люди друг друга не начнут любить уважать это бумажная формальность будет действовать нет вот вопросы на ваш ответ точнее ваш вопрос на мой ответ мы друг другу друг ответили если вот есть формат все четко грамотно понятно как-то поделили и так далее так вот так вот так но пока друг друга люди есть не поменяется отношение и восприятие пока сам не начнет там мало упрямляет слово армяне любить уважает понятно армян будут говорить толпа моя грустим будут думавая уже блин ну столетиями ты так далее там многие это наш согласен ступаться вообще очень интересный собеседник очень да 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 извиняюсь за выражение потому что я вам открыто скажу все что вот даже я с вами разговариваю не столько у меня там где-то изучив почитав а сколько от природы вот просто я от природы от наслаждения восприятия одну-ка скажем от бога и я вот многим людям объясняю ребят ну мы не так должны агрессивно мы должны воспринимать я вот здесь живу башкиди да я вам честно скажу я люблю всех наций я вообще все в мире всех любви татары и росли для меня вообще нету слова еще раз повторить мы же по сути если взять вот так в реальности посмотреть вот все советские народы плюс минус чуть-чуть там отличается там культура плюс минус но в целом похоже мы же не похоже извиняюсь там эквадор но в целом как люди я имею ввиду культуру целом как люди мы все одинаковые но мы его за это за все два из мир должен жить в мире прекрасности радоваться потому что господь наш еще раз мое сугубо личное мнение не создал что мы там извиняюсь что ты жить мы чу-то жизнь создали вот просто скажу я камрян или камрян мою нет так как я могу у него забрать и он у меня вы категорически против войны я категорически вообще в этом мире против как сказать против друг друга убийства мире то есть вы считаете больше войны между азербайджанами армении не будет или вы просто против но думаете что все-таки может опять вспыхнет я не так скажу я чуть-чуть по-другому я считаю что господь столькими путями столетиями и так далее все время отталкивал на то что чтобы так скажем управлять словом азербайджан и армении чтобы азербайджане и в мире в этом армении люди понимали что но мы все в этом мире одинаково существуют люди и уважали цели друг друга и никто никого не пытался там не задеть не оскорблять и жить мире а как относишься пашиняну нораер как отношусь человеку как нормальный человек единственную мне кажется чуть-чуть политики слабы чтобы изменили в армяно-азербайджанских отношений если у вас была бы такая возможность еще раз повторился чтобы люди друг друга уважали любили я же говорю вы задали вопрос зангизурский коридор вы задали я вам ответил образно или вы задали вопрос подписание мирный договор я зашел стал подписали мирный юридически подтвердили все договор есть но а люди не поменяются друг друга все так скажем отношения взаимопонимание взаимолюбовь взаимоуважение на много-много только имею ввиду формате все слово связано с любви то понимаете это чисто будет формальная бумага а если вот это все будет между людьми между нацией между всеми нациями даже не не зависит еще раз когда вы поедете после стольких лет разлуки в родную армению да вы там не были 27 лет куда вы в первую очередь пойдете ну в первую очередь наверное я все-таки схожу ну в этот вопрос я долго думал все схожу наверное все таки титарнабек схожу все таки ну схожу те места достопримечательности церковь нет первую очередь наверное все таки церковь съезжу первую очередь церковь потому что я верующий человек у меня в сердце вера на самом высшем уровне сердце и голове во всем теле так скажу а потом в остальном наверное ну буду ездить по армению так скажем достопримечательностей всем все вот эти моменты а чем считаете карабах что что чем считаете карабах 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 я знаю что вы этот вопрос вы мне будете задавать отличный ответ кстати карабах потому что как считать можно ну вообще в мире считаю еще раз повторюсь не должно быть кровопролитие с тобой говорить очень интересно я хочу чтобы напоследок ты азербайджанцами армянам что-то прекрасное замечательное нураев пожелал прошу тебя я желаю вообще во всем кроме нас кроме нас армянов и азербайджанов во всем мире ребята давайте все таки возьмем за вот этот кусочек чисткой эгоистического мозга с ним порядок наведем порядок возлюбим ближнего чтобы ближний возлюбил нас также и мы друг другу чтобы относились все хорошо все нормально и в мире единственная прекрасная вещь есть это любовь единство прекрасно есть это улыбка ребенка вот у меня даже вот машине видишь вот там я желаю твоим детям счастья нора и вот последний вопрос когда шла вторая карабахская война в двадцатом году у тебя было желание как у армянина взять оружие пойти воевать или нет у меня в этом жизни вообще как бы как сказать желание взять идти убивать друг другу зачем мы должны убивать вообще то есть ты не хотел воевать нет вопрос такой и отвечу и тебя задам мы в этом мире должны воевать друг другом господь нам создал воевать ну за родину стоило иногда нет так родина это и есть наш мир мир планета земля я тебя услышал то есть если земля принадлежит человеку зачем за нее воевать это вся планета земля мы все должны уважать просто я говорю разделили границу окей ладно разделили нации границы давайте воспринимать у нас ладно там типа есть границы у всех у каждого армянов у нас есть свое у вас обережь и свое но в целом давайте мы поймем одну родина это наш планета земля спасибо потрясающе интервью нора р благодарю тебя за душевные слова желаю тебе и твоей семье всего хорошего то же самое что ты сказал то же самое что мы все в мире вот пусть наш интервью посмотрит люди и пусть все поймут что мы все в мире у нас одна родина это планета земля мы ее должны ценить уважать и сохранить спасибо чтобы ничего не было до свидания до свидания гостем передачи ночной размовар был нора ир галустян башкирия спасибо до новых встреч и вот и и